МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! И снова программа «Все свои» вместе с вами. И сегодня «Все свои» у нас замечательная семья. Семья Кирман, Владимир, Лиана, их замечательные доченьки. И Лина, и Милия, и Оливия. Оливия будет говорить больше всех, поэтому будьте внимательны, пожалуйста. Здравствуйте вам, во-первых. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы открыли двери своего дома. Вы будете сегодня рассказывать про свою семью, про ваши семейные традиции и ценности. Но всегда, как говорится, объединяет нас эта еда. Скажите, что мы будем сегодня готовить? Мы будем сегодня... Ну, давай, Лиша. Мы будем сегодня готовить пиццу и печеньки. Пиццу и печеньки. Отлично! Так, ну, я думаю, что мы начинаем с пиццы. Эмилия, сколько тебе годиков? Я чувствую, что спицы будут такие большие. Тьи? Тебе доверили колбасу с ножом? Без пальчиков. Здорово. Ну, давай. Я чувствую, что спицы будут такие большие, хорошие песочки. Так, ну, давайте. Так, что у нас? Сыр. Элина, ты сыр натираешь, да? Да. Ну, давай, давай, со всей силы своей натирай. Здорово. Скажите, вы часто вообще готовите вместе дома? Ну, не так часто. Ну, обычно мне нужно всегда сделать все по-быстрому, поэтому я всех разгоняю, говорю, дайте мне быстро все сделать. И готовлю сама практически всегда. Но вот у нас есть такая традиция субботние блинчики, когда мы просыпаемся. Она так и называется? Да. Да, посыпается. Традиция семьи Кирилл – субботние блинчики. Так. И девочки встают и уже вытаскивают все, что надо для блинчиков и начинают помогать мне готовить блинчики. Ну, сначала сами. Да, сначала. Папа в это время мирно спит. Папа досыпает. Досыпает. Субботний сон. Потом уже по запаху идет на кухню. И это его тоже, Оливия тоже по запаху, мы сидим вместе. Да, она знает, что она кушает, где папа, и она подползает к его стулу, и он ее кормит блинчиками. Да, кстати, в основном кормит у меня ребенка жена, но вот на выходных субботние блинчики – это моя прерогатива. И она уже знает, да? Она знает, она к моему месту ползет и просится сразу уже. Сейчас, подожди. Здорово. А пиццы часто бывают? Нет, пиццы. Ну, не так часто. Ну, у нас, да, у нас каждую пятницу проходит молительная группа, к нам приходят друзья на общение, и мы их балуем иногда. Ну, раз в месяц, наверное, пицца бывает. Пиццы. Да. Ну, это такое, наверное, коронное, да? Сытно и быстро. Да, сытно. Сытно, быстро и коронно. И вкусно. Сытно, да. Жена уже за столько лет в браке руку набила. Руку набила, да. А сколько вы уже вместе, кстати? Восемь с половиной лет. Мои знакомы десять лет, а потом я на год уходил в армию, дождалась. Мою жену называли невестой декабриста. Я в Подмосковье служила, она мне с мясом там, с пропинями мяса ездила. Серьезно? Счастье знал, да? Подожди. Ты кормил всех сослуживцев? Ее мне родно говорил, Кирман, если не женишься, я приеду, тебя найду. Почему ты только зовешь? Так мы еще, вы еще не родились. Сейчас, подожди. Вас еще и до вас. Еще не дошли и до вас. Ну, вообще, мы вчера, например, были у наших друзей. То есть, либо мы в гости зовем, либо нас зовут. Ну, мы в воскресенье практически всегда у нас. В течение года, в воскресенье мы где-то находимся постоянно. Это такая, ну, тоже традиция, можно сказать. Либо ты зовешь, либо тебя зовут. А вы давно же уже, да, в церкви? Ну, Лиана в пятом поколении верующая. А я десять лет. А я родился один? Да, Вова пришел, мы познакомились. Он первый раз пришел в церковь. И мы с ним познакомились. Я подошла, ну, познакомиться с новым человеком. Как это обычно бывает? Никто не мог подумать, что так все произойдет. Хотя, когда я к нему подходила, у меня пронеслась такая мысль, что ты сейчас идешь знакомиться с будущим мужем. Серьезно? Да. Еще в лицо. И я такая, ну, я такая, отогнала от себя эти мысли. Думаю, ну, я же не знаю, может, у него там семья, дети. Иду к незнакомому человеку, совершенно знакомиться. А через два месяца шел в армию. А как так? Как так? Вы внутри прям чувствовали, что вот оно прям... Ну, я влюбился. Ну, хоть и говорят, что, может быть, нет любительства взгляда. Ну, я как-то очень меня все это привлекло. Ну, вот как-то мы все вот эти годы, мы чувствовали, что, ну, наши отношения, они богом зарождались. И что даже когда казалось, что по-человечески уже мы настолько разные, уже все валилось с рук, но мы понимали, что фундамент у нас бог, и мы с ним все сможем преодолеть, любые сложности, сложности. Музыка. 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 Танцор, дай пять. У вас неплохо получается, хотя чувствую, что я вообще хорошо вписываюсь в вашу команду. Итак, пицца в духовке. Сейчас, так понимаю, что у нас пришло время печенья. Ебать печеньки. Кто любит печеньки? Я! Давайте раз, два, три, все вместе. Кто любит печеньки? Я! Вот так, молодцы. Мы все любим печеньки. Друзья, ну мы уже узнали, что семья Кирмана, она очень гостеприимная, любит гостей, поэтому мы сегодня много готовим. Пицца у нас уже практически готова, и сейчас у нас впереди имбирное печенье. Да, честно. Да? Вообще, вы любите сладости в семье? Да. Я по мясу. Я обожаю. Вообще он не любил, но сейчас, наверное, тоже. Со временем пришлось полюбить. Полюбить сладости? Да. Ну я люблю так, чтобы сладкое и что-нибудь кисленькое, там вишня, например. Ага. Ну имбирное печенье само то, да. Я люблю имбирное печенье. В любом случае, большинство выиграл. Да. Я только мясо с сосадкой. А вы готовите тортики? Да, готовим. Да? Да. Какие? Какие тортики вы готовите, Элина Владимировна? Шоколадные. Шоколадные? Ну имбирные. Банан. Да, банановые готовы, с молоком готовы. Торт с молоком? Банановый торт с молоком. Нет. Так не пойдет. Я банановые готовы не ем в торте, конечно. Вы знаете, я только что поймал себя на мысли, что я готовлю имбирное печенье детской посудкой. Все бывает первый раз. Это весело. Мы не приурочиваем что-то конкретно к празднику, потому что это как-то ожидаемо всегда. А, допустим, муж, он может мне не на день рождения поздравить, а за неделю до дня рождения, когда я не жду прийти с букетом. Ну, это сюрприз всегда на 8 марта, на День всех влюбленных, на Рождество, на Новый год ждет. Уже кто-то ждет, подарков ожидает. А тут и так, ну, приходит с работы, открывается. А тут внезапно я люблю очень делать сюрприз. Сюрприз, он в этом и сюрпризы заключается, что-то внезапно, неожиданно. И человек как бы этому рад. Это не исключает, что ты и на празднике что-то даришь. Но именно такое значимое что-то, это можно делать. Внезапно. Внезапно, да. Слушайте, ну это можно прям, вы можете прям от себя даже такой, как совет, лайфхак такой дать для других семей. Лайфхак, он обычно один. В течение календарного года бывают дни вдохновения. И вот как только ты себя поймал на этом вдохновении, не стоит откладывать на какой-то, на завтра. Ну, вот через 2 недели будет 8 марта. Да, в этот самый момент ты можешь сделать счастливым день. Какая-то тебе безумная классная идея пришла, ты почему бы не сделать ее? Ты ее делаешь, и от этого рады и жена, и дети. Не нужно откладывать на завтра и удивлять. Это такой поддерживает, может быть, не искусственно, но не в том, не поддерживает ваши отношения. Ну, то есть ты, как сказать, собственно, ручно пытаешься романтику такую продлить. Класс. Это получается, за год же таких моментов может быть много. И потом в конце года можно прям даже вспоминать такие, да? Да, плюс еще у нас есть такая традиция, она недавняя, но мы ее делаем с определенной периодичностью. Писать, уже кто-то это использует, писать не какие-то сообщения в электронном виде, а от руки. Письмо друг к другу писать. Мы тут в конце прошлого года, как раз в канун Рождества, недавно, писали друг друга письма. После нескольких лет брака, вот что? Ты как прожил эти годы, как тебе со мною? А она пишет, ну, со своей стороны. Потом обмениваемся. Были сюрпризы, когда обменялись? Ну, обычно это высокопарные и красивые слова, но от избытка сердца. Но дело в том, что самое главное, что это не только приятно в тот момент, когда подарок этот дарится, но я вот это письмо, оно у меня, например, хранится. Я его открываю, перечитываю периодически. Вот у меня вот есть вот здесь фотография. Это здесь с посланием. Это когда мы познакомились, я ушел в армию, про которую мы говорили. Мне жена здесь написала письмо. Я в кителе всю, заламинировал, в кителе всю армию проходил. И когда мне периодически подшиваешься, сидишь там, или какое-то трудное время, там в наряд идешь, сядешь, почитаешь, нато на кителе все сложишь. Вот такие, с этого момента, я имею в виду, у нас письма писать мы друг друга устали. Слушайте, как здорово. Вот сейчас эта фотография на холодильнике висит, напоминает эти тоже времена. Это тоже этап. Что сказали? Да. Ну что, у нас, да, имбирные печенья наши тоже отправляются в духовку. А мы переходим в комнату. К следующему раунду. Спасибо. А у тебя там! Ну что, ура! Пицца готова, печенье тоже. И вот мы за столом. Похлопай. Игальти. Да. Здорово. Расскажите, какое-то есть у вас, может быть, какое-то рождественское чудо, или что-то такое невероятное, что произошло в эти дни, до Рождества или после, или прямо в сам день? Ну, лично в моей жизни само покаяние случилось на Рождество. Да? Да. И я стих написал в начале года, когда пришел несколько лет назад, и впоследствии написал еще к Рождеству, потому что для меня это очень трогательный праздник. Написал песню, вернее, слова. А сегодня у нас хор церковный поет эту песню. Серьезно? Пождественская, да. И там такие строки есть. С нами Бог в наших домах, с нами Бог в наших сердцах. Веселись его чертов, с нами Бог. С нами радость, с нами Бог. Круто? Да. Ну, здорово, но скоро должны потечь миллионы. Ну, не для этого. Ну, понятно, но все равно авторские. Да, а вообще, про пожелание, да? Можно пиццу? А, я просто прошу, ну, конечно, можно, бери, ешь пиццу. Смотри, с волосами вместе ешь. Вкусно с волосами, да? Миш, ты чайок попьешь, нет? Да. Давай. Ну, что ж, я, конечно, хотел бы попросить вас какое-то пожелание и поздравление с Рождеством для наших телезрителей. О чем ты больше всего переживала? Пожелается, чтобы все детки, ну, нет, чтобы все детки, все люди. Я люблю Бога. Ну, я думаю, меня жена поддержит. Мы с ней обычно, когда говорим про праздник Рождества, мы имеем в виду не какой-то отдельный день, хотя календарный день хорошо, что он есть, но хотелось бы, чтобы у нас каждый день был как Рождество. То есть, если есть праздничное настроение, если есть в нашем сердце действительно состояние Рождества, то я думаю, если мы 365 дней в году будем так проводить со своими семьями, со своими женами и детьми время, то это будет гораздо более благословенно, что нужно как бы входить в Рождество. В канун Рождества еще раз подумать, как провести каждый день как Рождественский. Здорово. Ну, вы знаете, мы пришли к вам тоже не с пустыми руками, и мы традиционно, телеканал ТБН, привезли вам такую маленькую, приятную елочную игрушку. Это не просто игрушка, это Рождественский вертеп, здесь Мария, Иосиф, младенец Иисус, конечно же, эфиремская звезда. Но еще плюс в том, что эта игрушка сделана из настоящего оливкового дерева. Вот, это для вас, пожалуйста. Для маленькой оливки. Оливки, да, у нас оливия, она символ мира, ее имя обозначает. Спасибо, мы повесим. Поэтому рядом с нашими ангелочками поставили. Мы также хотели бы вам на память ведерко со сладостями. Со сладостями. Здорово. Это от Семи Герман упадет на елочку телеканала ТБН. Да. Вот. Пожалуйста, не таскайте оттуда конфетки, пока мы этого не видим. Спасибо большое. Благословен. Ну что ж, сегодня все свои были в замечательной семье, семья Герман. И, друзья мои, мы еще раз поздравляем вас с наступающими праздниками, с наступающим праздником Рождества Христова. Будьте благословены. А мы будем тоже окушать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова